ну что ребятки прошу раз мы с вами определили что такое макс q какие ноутбуки бывают с этим видеокарточками и так далее поэтому сегодня предлагаю взглянуть на практике какая разница между карточка rtx 3060 и rtx 3070 макс q не тянем погнали ассасин скрид вальгава двадцатого года full hd ультра настройки средний фпс составляет 63 кадра для 3060 и 65 кадров для 3070 макс q статеров не было при этом температура 60 на 10 градусов больше 82 а в 3070 кью соответственно 72 градуса процесс здесь везде одинаков это ай 7 108 70 h при этом использование оперативы составляет сборки 3060 9 и 3 гига а в 3070 кью 9 и 7 call of duty warzone 20-го года full hd ультра разница здесь достаточно смешная то есть на грани погрешности сотка кадров улетает к 3060 и 99 фпс к максу 3070 по статерам тишина температура в среднем у 3060 пониже и достигает отметки 83 градуса а 3070 доходит до 72 оператив уже больше кушать сборка с максимом 15 и 3 гига а 3060 потребляет 15 гиг ровно но практически хорайзен за родом 17 20 года full hd ультра здесь макс уходит в отрыв на 10 кадров и достигает 83 фпс в среднем а 3060 выдает 73 по статерам порожняк так что картинка будет достаточно стабильный можно не переживать температура в 3060 доходит до отметки 80 градусов от 3070 до 73 потребляемая мощность выше у макс ю 96 ватт и 3060 90 ватт а в 3060 44 ватта оперативку кушает обе сборки почти наравне это 11 и 3 гига с карточка 3060 и 11 и 6 гигов сборка с 3070 теперь панк 2077 20 года full hd ультра 3070 с максимкой выдает нам в среднем 56 кадров в то время как 3060 выжимает из себя 48 fps по статерам тут все хорошо игра не фризится а говоря за температурный режим то 3060 теплее на 3-4 градуса это примерно 75 76 по цельсию то время как 3070 кью выдает 72 градуса потребляемая мощность в rtx 3060 составляет 75 ватт от 3070 макс кью 90 ну в принципе ничего удивительного это особенность максимков это особенность максиков говоря же за потребление азота сборка с 3070 потребляет примерно 11 и 3 гига а 369 и 6 и кстати если ты вдруг пропустил видосик или же здесь впервые то ты должен понимать что такое технологии макс q что это за видеокарты зачем они нужны каких ноутах они стоят и почему поэтому ты знаешь что здесь нужно сделать думал вам еще по традиции линкану ценники на все эти видеокарточки ноутбуки с ними и так далее но я понял что теперь это нынче считается кощунством по той простой причине что покуда майнинг покуда нету железа нормально и все перекупают кому не лень и вообще не имеет никакой совести то в этом нет никакого смысла поэтому на этой ноте я предлагаю вам продолжить просмотр тестов это будет куда полезнее microsoft fly симулятор 20 года full hd ultra ну симулятор как и всегда любит удивлять практически во всех тестах сравнений что касается графических карт в итоге мы получаем равный результат по среднему фпс это 41 40 кадров игрушка не статирила шла плавно и нервана да даже с таким фреймрейтом в итоге температуре игруху на 3070 в среднем до 75 градусов от 3060 до 82 потребляемая мощность 3070 кью в районе 97 ватт на 3060 80 а вот азушку жрет много и везде 18 и 7 гиг в 3060 и 17 и 1 гиг в 3070 кью собственно для симулятора как всегда это стабильная тема фортнайт семнадцатого года full hd эпические настройки battle выигрывает однозначно 3070 макс кью со своими сто тридцать шесть фпс в то время как 3060 выжимает 118 кстати конечно и возможно и там и там но особенно в 3060 и все равно такого порядка что глазик не увидит разница же в градусах примерно 45 то есть rtx 3060 грелась в среднем до 80 и держал эту отметку с погрешностью 12 градуса то же самое касается 3070 кью которая нагревалась до 76 градусов касаемо потребляемой мощности то в карте с максимкой она достигала 100 ватт а 3060 выдавала в среднем 90 ну а говоря же за озушку то 3070 кью кушала 10 и 5 гиг а 3060 10 ватч догс легион 20 года full hd ультра первое место вновь достается 3070 кью который выдает в среднем 55 кадров а 3060 47 статер если будут то есть вероятность того что вы их реально заметите и не потому что они дропаются до около нуля на просто потому что сам фреймрейт со старта невысокий и если мы взглянем на температуру то увидим что 3060 теплее на 10 градусов 81 по цельсию а вот 3070 кью около 70 по потребляемой мощности здесь уже переплюнуло 3060 и выдает примерно 90 ватт а 3070 с максимумом 81 и напоследок азушка сборка с 3060 съедать 13 и 8 гиг а 3070 кью 13 и 4 и ребятки крайне игра на сегодня это дёрт 5 20 года full hd ультра высокие настройки 80 fps у 3070 макс кью и 65 у 3060 до разница ощутимая в пятом дёрте даже я не ожидал статеры были но не сугубо критичны очень маленький шанс что вы их заметите в температуре разница составляет 10 градусов то есть 3060 греется до 80 82 градусов а 3070 макс кью доходит до отметки в 70 градусов по употребляемой мощности картина обратная 3060 выдает в среднем 92 ватта а 3070 кью 102 по опере же тут плюс-минус все одинаково 7 и 3 гига для обеих карт выводы но на самом деле давайте я не буду ли самолично говорить свое мнение по той простой причине что есть люди которые посчитают что я ангажирован якобы макс кью карточки это очень плохо они они короче не производительны все в них не так вот хотя я пояснил что это за технология в предыдущем ролике объяснил что там хорошо что там плохо без ангажирования просто по факту что это нам все дает но все равно есть и люди которые будут слышать только то что они хотят по этой причине я предлагаю именно вами конкретно тебе написать в комментарии под этим видосом что ты думаешь про эту технологию и про эти карточки от nvidia так что друзья мои всех вас я лично жду в комментариях для того чтобы определить с вами совместно что же это за технология кому она нужна нужна ли вообще и на этой ноте мы с вами вместе поставим жирную точку чтобы понять нужны нам видеокарты от nvidia с технологией макс кью или же нет пока ну или кайфовой тебе игры